Всем привет! 62 урок и разберем песню Enter Sandman группы Metallica. Как звучит данная аранжировка? Открывайте описание, там есть ссылка, переходите, слушайте, смотрите. И если хотите попробовать ее освоить, в данном видео я вам подскажу, как это сделать, покажу какие-то основные моменты, чтобы вам было легче разбираться. Также напоминаю, что данные видео уроки записаны при сотрудничестве с компанией Динатон, ссылки также есть в описании, перейдите, полюбопытствуйте. Что касается данной аранжировки, ну в общем, конечно, ее с натяжкой можно назвать прям фингерстайл, скорее такая акустическая версия, там много ритма, ну если не придираться, в общем, какая разница, да? Это инструментальная версия на акустической гитаре для этой песни. Конечно, она не столь очевидна, чтобы ее перенести на гитару, там не так много зацепок, которые можно использовать. Ну, тем на самом деле интереснее, чтобы не эксплуатировать уже какие-то идеи, которые и так для всех доступны. Хотя, на самом деле, делая аранжировку и записывая на эту песню, обнаружил, что и она уже там несколько раз сыграна. В общем, сложно что-то новое придумать. Ну, может, это и не суть важно, но вот получился еще один вариант, да, почему бы нет. Здесь вам нужно понизить шестую струну до ноты Ре, то есть дроп Де, так называемый строй. И тем самым у вас, получается, песня будет звучать на два полутона ниже, на тон ниже, чем песня в оригинале записанная, которая звучит на альбоме. И на полутона ниже, чем они играют ее сейчас. Поэтому, если вы установите Каподастер на первый лад, можете под современные концерты поиграть. Если установите Каподастер на втором ладу, вы будете звучать идентично с тем, как это звучит на записи. Для чего это нужно? Ну, на самом деле, иногда очень удобно поиграть вместе с записью и, ну, как-то половить ритм, встроить свою гитару туда. В общем, иногда это помогает. Многие разбирали, я думаю, риффы из этой песни, но поскольку здесь гитара все-таки понизилась, шестую струну мы настроили не в ми, а в ре, то и немного поменялись основные позиции в риффах. В общем, смотрите, я записал табулатуру для одного фрагмента, который, ну, там, с моей точки зрения более такой сложный, неоднозначный. Все остальное я вам покажу, думаю, все будет видно, понятно и освоите без проблем. Первый рифф. Шестая открытая, пятая на пятом, четвертая на третьем, дальше шесть-пять на шестой струне и в конце пятая струна снова на пятом логу. И вот этот вот цикл вы начинаете повторять, то есть тем самым превращается вот в этот рифф. Сыграли это все четыре раза. Здесь вы играете перебор, поскольку это у вас как бы бас и, ну, в общем, ноты вроде бы басовые, но, естественно, их удобнее играть указательным и средним пальцем. Дальше. Вы просто начинаете играть вниз. Причем играете, стараетесь играть две струны, шестую и пятую, ну, может быть, можете чуть-чуть задевать четвертую, но не дальше. И слегка у вас должен быть такой, ну, не пал мьют, конечно, сложно такого эффекта додиться на акустике. Но, чтобы у вас не так было, а слегка прикрытый звук. И одновременно с этим вы делаете слайд вот так вот со второго, ну, на самом деле не важно, ну, может быть, со второго лада делать на пятый, на пятый лад пятой струны. Дальше вы начинаете играть, в общем-то, тот же самый монотонный ритм вниз. Сейчас вы играете такой сдергивание с шестой струны на первом ладу. Этот же слайд и после него на шестой струне вы играете шестой, пятый лад. И играете это восемь раз. Можете там вносить, на самом деле, какие-то изменения по ходу дела, какие-то, может, вариации, еще что-то. Оно у вас должно, ну, так, по нарастающей немного идти. То есть вы, ну, постепенно, да, раскручиваете и потом... Сыграв Еще три раза вот так. Рифф вы его заканчиваете на... Играя опять-таки две струны шестую и пятую. Три, ноль, два, ноль, два, три, два. И ноль опять. Три, ноль, два, ноль, два, три. Как бы заглушить. И снова, заново. И еще один момент, который поможет вам создать более... Ну, мощный, что ли, ритм. Здесь вы начинаете отстукивать по деке, ну, или, как в моем случае, мне удобнее по этому порожку, по подставке стучать. У вас получается, ну, такой, как бы, эффект бочки. Вы играете, поскольку это все играете вниз, одновременно с этими ударами. И на записи особенно, ну, становится вот слышно, как такое вот... Что-то такое добавлено. Плюс там еще ритм ногой отстукивается. Как-то это все в комплексе дает... То есть, помимо гитарного звука, еще какие-то вот эти... Такие подкладки в виде ритма. И, сыграв это два раза... Вы переходите уже на следующую часть. Ну, вот здесь уже все-таки ближе к такой традиционной схеме. То есть, уже не ритм играется, а мелодия и басовые ноты. Что из себя представить мелодии, я вам давайте отдельно покажу. А потом это стандартным вот этим вот решением, где вы с перкуссией, ну, в общем, все, как обычно, его сыграете. То есть, первый аккорд, ну, не аккорд, а интервал, вы зажимаете на второй, третьей струне. Шесть, семь. Штока на вторую, семерка на третьей. Собирать три раза, переходите на первый, второй лад. Раз, два. И здесь тройку вы зажимаете на второй струне в конце. Раз, два, три. Дальше третья струна. Семь, 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 пять. И снова вот этот, два, три зажимаете. И в конце семь, семь, семь. На третий, потом семь на четвертый. И здесь пять, семь, пять, семь. Давайте еще раз его сыграю. При этом у нас играется открытый бас. Шестой. Только иногда, ну, это видно будет один раз, и его подбираете вот так вот на первом ладу. Плюс там можете добавить слайды какие-то. Сдергивание, ну, это уже так, дело вкуса. И при этом удар вниз у вас идет на то есть бас. Попытайтесь уловить вот этот момент. Сыграйте отдельно мелодию. Попробуйте отдельно поиграть вниз. А там еще раз, очень медленно это сделаю. Вы сможете четко представить, где, куда у вас, какой удар приходится. Басовые ноты там играется у вас, ну, в общем-то в паузах, да, между нотами мелодии. Вот здесь вот зажимаете шестую тунну на первом ладу. Дальше. Вот так вот получился переход. И в конце. С ударом низа начинается семерка. Так звучит последняя фраза. И в конце. Вы играете два, три. Заглушить. И вниз открытые струны. Полностью это все играется дважды. И вот здесь вы переходите на следующую часть. Давайте я вам с помощью табулатуры объясню этот момент, потому что он действительно чуть сложнее, чем предыдущий. Здесь басовая такая партия на басовых нотах, в смысле, совмещается с мелодией. Поскольку здесь видна табулатура, я подробно не буду останавливаться. Единственное, что шестая струна на втором ладу у вас может зажиматься. Вот я ее зажимаю большим пальцем, можете, в общем, зажимать ее так, средним пальцем. Как удобно. И я вам ее просто пару раз медленно Сыграю. В конце аккорд Ем. Крестики, перкуссия большим пальцем. Если одновременно с этим нарисована какая-то нота в мелодии, значит, вы цепляете. Одновременно с этим бьете вниз ну, данную ноту мелодии. Здесь, кстати, да, в конце полностью не бейте. Вы же считаете, струна понизилась. Лучше Либо шестую зажать по второму ладу, либо просто сыграть по тонким струнам. Давайте еще раз медленно и потом чуть побыстрее. Здесь главное понять ритм. И еще раз. Ну, самая сложная действительно фраза. Здесь как раз таки традиционная особенность фингистала, где вы большим пальцем играете одну линию, а мелодия у вас сверху играется. И припев. Последняя часть. Как это по окутным позициям выглядит. В начале вы играете баре на втором ладу, плюс вторая струна на пятом ладу, третья на четвертом. Далее аккорд. Вторая и третья струны. Вторая на третьем ладу, третья на втором. Первую не играете. Вариант аккорда Д. Потом снова. Первый аккорд. И ноль. Девять, восемь, семь на шестой струне. При этом вы так же убьёте шестую вместе с пятой, помните? Ну и зажимаете, соответственно. Получается. Дальше снова играете. Первые два аккорда, а затем традиционный Д. То есть вместе с первой струной. и здесь у вас ноль, три, ноль, два, ноль, семь, ноль. Играется. Затем снова. Первый аккорд. И два раза. Второй аккорд. И на пятой струне. Три, пять, пять, ноль. Три, пять, пять. И заново играется. Ну и что касается аккордов, что касается того, как это сыграть, естественно, вы стараетесь не никакие проводы по струнам делать, а более то есть именно у тары. Что у вас не не мягкий был звук, а максимально такой резкий. И так же, как вот в первой части я вам сказал, здесь вы для большего такого как бы плотного ритма вы играете, стучите вот этот вот рисунок. И одновременно с этим у нас получается не отдельный, да, взятый аккорд, а и такой слегка, ну тоже вот по приглушенному аккорду у вас ну не палный юг, но слегка он такой подгружается одновременно вот с этим ударом. И вот и уходите на повтор. Там есть еще такая медленная, вернее, тихая вставка, где вы играете как бы там аккорд ДМ, третья, первая. и потом просто вот этот риф, который из вот с этой вставки, ну вы его там отдельно просто играете, гораздо проще. Потом просто вниз в общем-то не столь сложная технически, сколь такая замудренная в плане того, чтобы передать вот драйв все-таки того, что звучит в две электрогитары. Бас-гитару и барабан на одной акустической гитаре в любом случае что-то проваливается. На мой взгляд, конечно, струны должны быть максимально толстые, что на записи там ставят стандартные 11-ые, плюс они уже там старые, глуховато звучат, что на этой гитаре тоже толстые струны. То есть максимально 12-ые, 13-ые может быть даже в басовых нотах. При этом гитару желательно так отстроить, чтобы, поскольку здесь понижается 6-ая струна, и если вы еще ставите при этом жесткие струны, при активной игре у вас начинает такой обладыбиться струна, то есть надо достаточно постараться наверно высоко приподнять струны, то есть как-то их подкрутить анкером, чтобы они были повыше и при к минимуму сводились вот эти удары. Естественно, помните о углушении вот этой рукой, помните об этом моменте, ну вернее вы не помните о нем, а можете постараться попробовать. В общем, оно, наверное, нигде больше не работает, этот прием, кроме как в подобного рода вещах, но можно это сделать. Дальше опять-таки имейте ввиду, что это удары по струнам, а не такой не мягкий акустический ритм, а более такой жесткий удар.